Администрация Волосовского городского поселения теперь называется Комитет по управлению городским хозяйством при администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район. Изменения вступили в силу с 1 июля в рамках реформы системы местного самоуправления, запущенной в нашем регионе по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Сейчас Комитет по управлению городским хозяйством возглавляет бывший глава Волосовского городского поселения Александр Дмитровцов. Об этом рассказал глава администрации Волосовского района Василий Рыжков. Также глава поделился своим отношением к реформе, назвав ее правильной с экономической точки зрения. Подробности из первых уст. Что касается так называемой реформы органов местного самоуправления, которую провозгласил губернатор Александр Дрозденко, в принципе по объединению администрации городских центров и районов у меня вопросов никогда не вызывало. Я считал это с экономической точки зрения и с политической точки зрения это правильно и наверное для населения лучше, потому что две администрации на территории одного поселения это ну в общем-то нонсенс. И те вопросы, которые сегодня решает администрация города Волосова, я думаю, что администрация района по силам их тоже решит. Что касается администрации поселения, я к этому вопросу ну как бы наверное отношусь немножко наверное с точки зрения опять же глава администрации именно Волосовского района, не могу говорить о других районах, что здесь как бы напрягать людей не надо, потому что сегодня органы местного самоуправления созданы уже на протяжении многих лет исторически сложившиеся поселения транспортной развязки, то есть сегодня обеспечение населениями вопросов транспортного обслуживания и логистики, которая есть в каждом поселении, ну менять что-то на мой взгляд, наверное, не совсем правильно. Если объединить богатого там из более бедным по бюджету, наверное, все-таки правильно, но учитывая, что у нас все поселения дотационные, объединив двух нищих, мы одного богатого все равно не получим, поэтому с экономической точки зрения я вижу, что здесь никакого эффекта мы наверное не получим. С точки зрения населения, я думаю, что тоже будет много очень проблем, мы уже имели такой опыт, когда делали Керинский округ, то есть мы шли впереди планеты всей, мы уже попробовали этот опыт, это был 2004, по-моему, год, 2003-2004, наверное, и пятый год, то есть был создан Керинский округ, но для населения это очень неудобно, сегодня добраться до органов местного самоправления населению тяжело, поэтому как бы существует очень много проблем для населения, я думаю, что мы вот пока остаемся на той позиции, что поселения пока трогать не будем, то есть они останутся в таких же административных границах, какие есть, ну посмотрим, как будут решать эту проблему другие районы, в принципе, у нас есть там наработки по некоторым небольшим поселениям, которые можно объединить, но опять же это будем рассматривать с точки зрения удобств всего населения, значит, ну и, наверное, придерживаться мнения правительства Ленинградской области.